Крадыч, господи, знали вы, как мне нравится, как меня так называют? Таня Тазик Я не буду отвечать на вопрос Сантиметров пять Доброе утро У меня была драка с одной девочкой Здравствуйте, я Татьяна Каточкина, доигровщица волейбольного клуба «Динамо Казань» И сегодня я отвечу на ваши вопросы в рубрике «Динамо отвечает» Дарья Фирченко Не звали в модельное агентство? Лет шесть назад, когда меня звали в модельное агентство, я работала моделью какой-то там год Там не было размеров на мое тело, размеры одежды и обуви тоже, поэтому я решила как-то, что нет, не пойдет Андрей Гельмеддинов На какой позиции вам лично играть комфортнее? Доигровщик, я всегда была доигровщиком Я хочу не только быть атакующим, но еще и принимающим Скажем, доигровщик мне больше по душе И у ТТЕРПЕ Отвечать может так же? Булат Салахевдинов Как ты выбираешь, когда бить, а когда скидывать мячи? Почему еще в любом называют интеллектуальным видом спорта? Потому что за доли секунды ты принимаешь решения Это всегда, да, мир замедляется, и ты как бы замедлен в действии, ты видишь, что происходит Еще и боковым зрением успеваешь захватывать людей Самое раздражающее, когда игрок ростом, скажем, где-то 180-85 И вот такие ручки вытаскивает, и ты просто бьешь под себя и попадаешь в него Последний раз я очень давно мерилась, очень давно, и прыгала я 3-16 Татарстан спорт Какие обычно самые молодые игроки собирают шайбы после тренировок? Есть ли в волейболе такие традиции? Конечно, есть Но самые молодые мы собираем мячи, считаем их Пере тренировкой их вывозим Если у меня все идет хорошо, то я еще годиков 10 так буду возить Женя Старцева, 13 Ладно, просто Старцева, 13 Таня, как вы относитесь к старшим товарищам по команде, и есть ли у вас дедовщина? Поначалу, конечно, мы так немножко было стеснительно, мы почти с ними не разговаривали Ой, я жгала, я забыла В принципе, да, мячи собираю Она присутствует Кадыч, ты сладкий кадыч Кадыч, господи, знали бы вы, как мне нравится, как меня так называют Особенно, когда Жек меня так орет через всю площадку Кадыч, ты сладкоежка? Я... Ну, я бы не... Ну, как бы да Каблуки какой высоты можно себе позволить Татьяна Кадычкина? Нет, конечно, я могу одеть там большие шпильки и пройти в них там пару метров Но если прямо нормально ходить, то я максимум могу одеть вот такой каблучок Я бы сейчас пошатила, но ладно Слушай, ну давай в сантиметрах разберемся Да никто не меряет Сантиметров пять Бег Муратова Ай Ваша любимая волейболистка Татьяна Кошелева Есть характер Постоянно она кричит, она разговаривает Вот эти эмоции по площадке очень вообще непередаваемые И то, что, конечно же, что она восстановилась после травмы и сейчас играет в Бразилии вообще бесценно Алексей Королев Ваше любимое слово на площадке, которое повторяете, когда все получается Они сговорились, мне кажется Когда что-то получается Да, просто да А когда не получается Бывает Нет Нет Как попали в Динамо Казань В молодежную команду я попала, потому что был отбор в школу Гамовой Да, я даже помню, в октябре я приехала Меня просто оставили здесь Ну, я понравилась, мне оставили Впечатления были немножко странные, потому что девочки были Вели себя, по крайней мере, как будто они старше меня лет на пять, а не на год Вот, они были очень пафосные Я даже их считала злыми Вот, конечно, сначала было тяжело, потому что каждый себя чувствует лидером Каждый хочет быть здесь лидером И мы даже там спорили, ругались Сколько было ссор, сколько было криков Да, драки были У меня была драка с одной девочкой Мы снижили в одной комнате Мы просто орали Мы даже ничего не говорили друг другу Мы просто орали друг на друга Без мата, без мата мы просто орали У нее был глаз разбит, у меня был глаз разбит Так что... Казани очень нравится Я думать о том, ну, с родителями о том, чтобы они сюда переехали Чтобы семья была поближе Казань это тот город, который мне прям по душе То есть, вот сколько я жила в других городах Чистый, спокойно, в то же время немножко подвижный Очень красивый город То есть, мне в нем прям вот так вот, как я хочу Татарстан спорт Как у вас с успеваемостью в гимназии? Гимназию? Где ты учишься? Где ты вообще учишься? В училище учусь Ну, там не гимназия, там училище Тайра 87 Таня, а кем ты себя видишь после завершения карьеры в спорте? Есть ли запасной вариант? Я не знаю, у меня нет пока запасных вариантов Потому что... А, ну, в принципе, почему? Тренер Вот, я просто себе поставила цель Как бы такую, скажем, небольшую цель Если что-то пойдет, то это не дай бог не так У меня просто закончится в будущем карьера Когда мне будет, надеюсь, будет лет по 35 Я в тренера хочу пойти То есть, у меня следующая цель Это будет быть хорошим тренером Создать отличную команду И вывести игроков на высший уровень Торстан, спортс Ваш идеал мужчины, семьи Сколько детей хотели бы? Хороший вопрос Для девочки 15 лет Сейчас бы, конечно, выбежали Девочки сказали бы одну фамилию Но нет, не буду говорить Высокий Широкоплечий Красивый Спортивный Чтобы было не грустно с ним Чтобы с ним было весело Можно с ним было поугарать И отбитый на голову Чтобы было Как я, в принципе 14 кабин Татьяна, вам больше нравится нападать Или играть в защите? Конечно, я обожаю играть в защите Нападать, это не мое Я больше по защите Люки, Ники, 8-9 Если бы тебе нужно было прыгать Спрашивай, там двоите, да? То, кого из одноклубниц Ты бы взял с собой Буквально Вот до того, как мы выложили эту фотографию Утром мы лежали с девочками И потом нас просто Свет Масалева такая спрашивает Таня, вот если бы мы прыгали Типа с парашютом Прыгнули ты вообще? Ну, я бы прыгнула Я бы сразу себя Люблю андренарин Как бы без проблем А, точка 66 То есть, Татьяна Какое самое смешное прозвище у вас было? Да нет, тазик Не, вы не подумайте Ничего такого Просто ситуация такова была Мы приехали с командой Из Дюшор 4 На сбор И нам нужно было стирать вещи И мы стирали вручную Девчонки перевозили тазики В чемоданах А у меня, как бы, родители У них нет чемодана У них есть такие сумки спортивные Как бы от отца остались Вот У меня просто было много вещей Поэтому у меня не умещался тазик в сумку Поэтому я его привезла отдельно в пакете То есть, как бы, у меня была сумка И отдельно пакет С таким большим желтым тазиком То есть, у меня были, в принципе, много прозвищ Таня Тазик Вот у меня было самое смешное Как бы Таня Танк Потом Кадыч Кади Меня недавно начали называть И Кадик Ура! Потому что просто так совпало Я еще изначально выбрала его лучшим вопросом Он такой интересный Вроде бы обычный Но он так совпал хорошо Всем спасибо большое за ваши вопросы Они были очень интересные И вопрос, который мне больше всего понравился Это был от Лаки Ники 89 Про прошут Потому что он очень сильно совпал С нашим утренним разговором с квартирой Да, и вот Мячик с моим автографом Получаешь именно ты Лаки Ники 89 Я брошу в пол Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Оставляйте свои комментарии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!